Встреча с активом граждан прошла в Черноморском городском поселении. О работе за полугодие читался руководитель местной администрации Владимир Жигулин. Глава района сразу обратил внимание на то, что очередной отчет проходит все в тех же условиях аварийного здания Дома культуры. Для вступления в программу по его реконструкции нужен проект. Цена вопроса 700 тысяч рублей. У нас в северском районе в бюджете предусмотрены средства на помощь черноморскому поселению в размере 3 миллионов рублей. Пожалуйста, обращайтесь, мы вам эти средства предоставим. Также вы можете их расходовать на проектирование, ремонт Дома культуры и парка Меделения и так далее. И многие-многие другие моменты. Мы с вами на эту тему разговаривали не однако, но вы до сих пор не обратились. Это как-то странно. Полномочия по проблемному Крюковскому водозабору переданы району, однако только на право проектирования необходимых работ по его реконструкции. Подготовлена документация, заявочная документация Минтэ на выделение средств для проектирования на реконструкцию водозабора. Но текущее содержание, ремонт его и так далее, водоснабжение населения, это все осталось и остается в полномочиях черноморского городского поселения. Но масштабные планы по реконструкции водозабора могут сорваться в очередной раз. Имущество должно быть оформлено и поставлено на кадастр. Администрация поселения до сих пор этого не сделала. Рискуют остаться и без тепла этой зимой. До сих пор, спустя год после расторжения концессии с ЦУП ЖКХ, не подписано новое соглашение с потенциальным концессионером на осуществление услуг теплоснабжения. Нет концессионного соглашения и на сети водоснабжения и канализации. Бремя их содержания лежит на местном бюджете, которого давно ни на что толком не хватает. В целом, в плане развития решения хотя бы острых проблем за указанный период времени не сделано почти ничего. Поэтому вопросы жителей звучали практически криком души. Дороги нет. Дети бегают, крови ломают. Детскую площадку разобрали на металлолом. Вот был дождь в июне месяце. У меня вот так воды во дворе было. Это как нормально. Ливневки не справляются, каналы не чистятся, трава не косятся, ничего не делается абсолютно. Воды нет. Лето, жара нам привозят воду в бочке, которая вообще ее пить невозможно. Она ржавая, вонючая. Мы что, не люди или как? Владимир Жигулин не смог дать внятные пояснения ни на один из заданных вопросов. В очередной раз жители и депутаты поселения озвучили практически коллективную просьбу к главе. Если он так работает, который ссылается, то она организация. Пусть сложат свои полномочия. Мы живем сами по себе. Да нам уже отменить глава администрации получается. Совершенно ни к чему. Мы сами уже с собой собираемся, договариваемся. Понимаете? Поэтому, потому что здесь нас сейчас ставят вопрос серьезный. Мы уже устали. Мы вам без конца говорим, говорим, говорим. Все уже с водой плохо, со света плохо. Едешь, едешь с Краснодара, мы часто едем. Северская Северница, Ильская Северница, Черноморка, Темень подъезжаешь. Потому что, когда это закончится терпение, это у людей не бесконечно. Кроме того, людей волнует отсутствие благоустройства, санитарное состояние улиц, сработать детских садов, закрытых из-за перебоев с водой, разбитых дорог, отсутствие тротуаров и кюветов, по мнению жителей и местной администрации, не занимается решением этих проблем. Я лично и все мои подчиненные готовы оказать поддержку. Готовы. И мы ее оказываем. Но работать за Владимира Дмитриевича и его команду мы не можем чисто физически. Владимир Дмитриевич, вот знаете как, я уверен в том, что если вы все-таки друг друга услышите, и жители ваши, и вы, и начнете совместно рука-обувь работать, вы решите все эти проблемы. И даже те, которые сложны и, так сказать, не скоро решаемы, в любом случае люди будут видеть, слышать, понимать, что вы идете шаг за шагом к достижению цели. Пока, вот честно сказать, я этого не увидел. У меня складывается такое впечатление. Я в очередной раз вам говорю, повторяю и буду повторять. Найдите взаимоотношения, контакт с людьми.